АПЛОДИСМЕНТЫ Конечно, тема встречи, понятие встречи в моем докладе тоже будет занимать определенное место, и так как Владимир Николаевич об этом уже говорил, я могу, соответственно, здесь немного сэкономить время. Но оказалось, что доклад Владимира Николаевича был более обширный, более многоаспектный, и поэтому, наверное, я тоже сделаю небольшую аналитическую выжимку из определенных базовых методологических вещей и сконцентрируюсь уже больше непосредственно на тематике моего доклада. То есть, по сути, все, что сказал Владимир Николаевич, сейчас я попытаюсь показать немного с другой перспективы, то есть открыв тоже еще один новый аспект в творчестве Аберхаммера. На мой взгляд, и это вот мое впечатление, тоже я не могу сказать, что я очень давно занимаюсь Аберхаммером, может быть, чуть-чуть дольше, чем предыдущий докладчик, но тоже относительно недавно. Но вот мое впечатление от тех нескольких работ, с которыми я уже успела познакомиться, таково, что Герхард Аберхаммер, конечно, это индолог, да, безусловно, я с этим не спорю. И у него очень много работ, посвященных разбору непосредственно, да, вот традиции индуизма и различные, да, индологические тексты. Но также есть и определенный пласт работ, скорее, вот такого общего философского характера. И мне кажется, что именно этот пласт работ, хотя, может быть, он и менее многочисленный, но тем не менее, мне кажется, что для самого Герхарда Аберхаммера именно эти общие, да, методологические размышления, да, его выводы, служили своего рода конечной целью, да, потому что скорее его целью было именно создание, да, разработка некого универсального метода, который можно было бы применять не только, да, вот к текстам индийской традиции, но и к текстам европейской традиции, и вообще к любым, да, сакральным текстам, и вообще даже можно не ограничиваться здесь, да, текстами, а вообще к любой традиции, да, как таковой, но, конечно, в центре внимания у Герхарда Аберхаммера стояла прежде всего религиозная, да, традиция, и это не зря, да, тоже в своем докладе я постараюсь пояснить, почему для него именно сфера религиозности оказывается столь важной. Но прежде чем перейти, да, вот непосредственно к тому ответу, который Аберхаммер дает на вопрос о религиозном опыте и его когнитивном потенциале, наверное, пару слов я тоже скажу, что, собственно говоря, из себя представляет эта проблема исследования когнитивного потенциала религиозного опыта. Если мы понимаем религиозный опыт, да, как некое непосредственное отношение субъекта, да, к чему-то, да, к некой сфере трансцендентного, там, к божественному, да, опять же, в разных религиозных традициях мы можем этому божественному давать разные имена, да, разные наименования, но в любом случае, если мы концентрируемся на этом аспекте отношения, то по факту получается, что у нас есть, да, само отношение, безусловно, субъект, да, который вступает в это отношение, но также, да, и то нечто, да, с чем субъект вступает или, по крайней мере, якобы, да, здесь вступает в отношение, то есть как раз-таки вот это трансцендентное, божественное, да, как некий объект. И, соответственно, когда мы говорим о религиозном опыте, нередко мы концентрируемся, и это совершенно правомерно, конечно, именно на субъективной сфере, да, то есть как именно субъект переживает это непосредственное отношение, этот непосредственный контакт, который для самого субъекта является источником некой достоверности, да, уверенности, веры, да, в существование вот этого некоего объекта, с которым он вступает в отношение, или если мы, да, говорим о монотеистических традициях, то и можем говорить, что субъектом это воспринимается как, наоборот, инициатива со стороны объекта, да, то есть Бога, который открывается, да, позволяет, да, субъекту себя в какой-то степени познать. Но, да, это если мы смотрим с точки зрения субъекта, да, а вопрос возникает, а насколько действительно здесь вот эта позиция, это впечатление, да, это некое субъективное восприятие может нам что-то дать в качестве знания, да, вот этом неком трансцендентном, неком божественном, то есть, грубо говоря, вообще возможно ли на основе религиозного опыта, да, получить какие-то достоверные знания о вот этом объективном, что, в принципе, да, традиционно и делается, там, если мы, например, посмотрим на христианских мистиков, да, не будем ходить далеко, обычно, да, вот какие-то их визии, да, какие-то их переживания, они, конечно, они не являются источником, да, там, христианского вероучения, но они служат каким-то подтверждением, так скажем, да, то есть, вот, насколько правомерно, да, использовать субъективное вот это переживание, да, религиозный опыт, субъективную интерпретацию религиозного опыта, как какой-то действительно источник знания, да, то есть, вот, если коротко попытаться как-то эту проблему обозначить, то, вот, собственно, она представляется примерно так. Ну, а дальше мне хотелось бы остановиться уже на том, к какому выводу здесь приходит Аберхаммер, да, в результате своих исследований, да, и вот, используя, да, вот, свой метод германифтической интерпретации религиозных традиций. Ну, и здесь, да, коротко повторю некоторые моменты, которые уже, в принципе, были подробно обозначены Владимиром Николаевичем, конечно, Ерхард Аберхаммер здесь ставит задачу перед собой, да, исходить из, прежде всего, самого субъекта, да, то есть, из человека, из существования самого человека. Это для Аберхаммера здесь оказывается такой отправной точкой, да, в принципе, тоже подход, конечно, достаточно классический, да, еще со времен Декарта мы видим попытку опереться именно на сферу субъективности, как то, что дает, да, придается некую достоверность научным построениям. Ну, и вот Аберхаммер, конечно, предлагает свой оригинальный вариант развертывания, да, из сферы субъективности, соответственно, вот своего германифтического метода, и важным аспектом для Аберхаммера оказывается понятие встречи, да, понятие встречи, причем, если тоже вот коротко, да, суммировать то, о чем говорил в том числе и Владимир Николаевич, да, и то, что будет важно для моего последующего, да, повествования. Конечно, понятие встречи для Аберхаммера оказывается просто конституирующим вообще сущность, сущность человека, сущность субъекта. Да, а, соответственно, встреча, она возможна только за счет открытости субъекта, то есть только потому, что субъект изначально, да, принципиально является открытым, да, вовне чему-то, да, или кому-то вовне, то есть просто некая такая природная, естественная открытость субъекта. То есть вообще, так говоря, даже не совсем корректно, да, говорить об открытости, о том, что субъект открыт чему-то, потому что субъект становится субъектом только за счет этой открытости, то есть Аберхаммер проводит некое различие между самоизоляцией, сейчас это в наших условиях несколько специфически прозвучит, но по факту между действительно самоизоляцией, между каким-то индивидом самоизолированным, то есть замкнутым в себе, и собственно говоря, вот этим by the design, о чем уже Владимир Николаевич говорил, то есть если мы здесь пытаемся дословно перевести с немецкого, то конечно там у себя, при себе бытие, там разные могут быть варианты, я скорее сторонник у себя бытие, но это как бы детали, главное, что сам дословный перевод, он не вскрывает вот этой оппозиции, то есть по сути, по Аберхаммеру, вот это некое самоизолированное нечто становится субъектом или вот этим by the design только после того, как произошла вот эта встреча, открытость, то есть по сути открытость, и это открытость, которая, соответственно, является условием встречи с другим, тоже о другом Владимир Николаевич уже нам сказал пару слов, я на этом тогда не буду подробно останавливаться, соответственно, вот открытость дает нам возможность встречи, да, встреча по сути и конституирует субъективную сферу, то есть, грубо говоря, без этой открытости, да, индивид не мог бы быть субъектом, да, субъектом он становится только благодаря этой открытости на другого. Ну а дальше встает вопрос о том, что из себя представляет этот другой, да, и здесь Аберхаммер рассматривает это в двух плоскостях, то есть с одной стороны другой, как другой индивид, да, то есть другая личность, другой субъект, и здесь он усматривает возможность существования общества как такового, если уже, да, применять это к религиозным традициям, то свойство общинности, то есть, по его мнению, любая религиозная традиция, она невозможна без религиозной общины, да, но это несколько такое направление, которое увело бы меня от непосредственной темы доклада, поэтому здесь я просто обозначаю, что такое понимание другого, да, у Аберхаммера тоже присутствует, оно для него значимо, но, конечно, еще более значимо для него и, собственно говоря, конечным пунктом рассмотрения этой открытости на другого, у него оказывается интерпретация другого как трансцендентного, да, то есть, по сути, по-настоящему другой, да, по-настоящему нечто, отличающееся от субъекта, вступающего в эти отношения, это нечто, что находится по ту сторону бытия, да, как тоже Аберхаммер говорит, как раз он это тоже использует как еще одно имя для трансцендентного, и тоже Владимир Николаевич уже приводил цитату прекрасную, да, что это трансцендентное, это по ту сторону бытия, то есть, оно не является бытием, но при этом и не является ничем, да, то есть, у Аберхаммера, по сути, это оказывается чем-то таким очень сложным и не просто сложным, а не поддающимся определению, и поэтому мы и видим скорее такие описательные у него характеристики по ту сторону бытия, да, или еще у него присутствует прекрасное слово варауфхин, да, вот, которое подчеркивает просто направленность, то есть, вот как раз-таки нечто, да, к чему направлен субъект вот в этой своей открытости, вот в этом своем трансцендентальном врывке. И здесь уже непосредственно я перехожу, да, к проблеме религиозного опыта и его когнитивного потенциала, потому что по факту, да, любой религиозный опыт как раз-таки интерпретируется Аберхаммером как вот это непосредственное отношение к трансцендентному, да, то есть попытка вступить в это отношение, и действительно не попытка, а такая реализуемая попытка, да, при этом открытость к трансцендентному становится возможной, да, это тоже значимый для него момент, благодаря открытости трансцендентного на субъекта, то есть только благодаря тому, что сама трансценденция открыта на эти отношения с субъектом, субъект может, да, испытать, пережить это событие встречи с трансцендентным. И вот эту открытость трансцендентного Аберхаммер называет самосообщением трансцендентного, трансценденции, и, по сути, ставит, отождествляет это с откровением. То есть здесь у нас получается такой тоже достаточно интересный момент, что любой религиозный опыт, да, он становится возможным, по сути, благодаря откровению, да, но откровение Аберхаммер интерпретирует здесь вот в таком расширенном варианте, как самосообщение трансценденции, да, и поэтому любая, а не только монотеистическая религиозная традиция у него оказывается непосредственно связана с фактом откровения, причем откровения постоянного, да, так как трансценденция, она постоянно открыта на встречу со субъектом. Но что происходит дальше, да, а дальше происходит очень интересная вещь, как я уже сказала, трансценденция по Аберхаммеру, по сути, не может быть определена, да, то есть это нечто, что просто, в принципе, недоступно нашей концептуализации, нашей вербализации, точнее, вербализации как раз-таки доступна, да, но недоступна, мы не можем полностью это ухватить, да, полностью это понять, полностью это постичь. Единственное, что мы можем, это описывать, да, причем, что мы описываем, мы описываем не саму трансценденцию, а как раз-таки этот наш факт встречи с трансценденцией, то есть как мы, грубо говоря, себе это представляем, да, как это нам является. И здесь, конечно, если мы уже совсем непосредственно, да, я возвращаюсь к поставленному вопросу, заявленному вопросу в теме доклада, да, по факту Аберхаммер как раз-таки склоняется к тому варианту, что религиозный опыт, да, вот так им интерпретируемый, так им понимаемый, не может служить источником какого-то достоверного знания о трансцендентном как таковом. То есть любая религиозная традиция, она является, по сути, лишь вариантом описания, да, который в результате разных условий исторических, культурных, индивидуальных, да, считается подходящим, да, то есть любая культура, любая традиция, любая эпоха и в конечном итоге любой индивид, да, каким-то образом себе описывает, да, эту состоявшуюся встречу или имеет доступ к описаниям, да, других людей, которые пережили эту состоявшуюся встречу с трансцендентным, и какие-то он считает более подходящими, приемлемыми для себя, да, какие-то, соответственно, ему по каким-то причинам представляются неприемлемыми. И если мы пытаемся ответить на вопрос об истинности, то есть Аберхаммер действительно ставит вопрос об истинности, да, религиозной традиции, но по сути эту истинность он релятивизирует, то есть мы никогда ни одну религиозную традицию не можем считать абсолютно истиной, да, то есть это лишь вот возможный какой-то вариант, да, описания, и да, человек всегда говорит, что та или иная религиозная традиция там более истинна или менее истинна, но по факту это означает, опять же, скорее большую или меньшую приводность к тем или иным конкретным условиям. Ну вот по большому счету, да, я, наверное, изложила все, что хотела, да, по заявленной теме, поэтому если есть у кого-то какие-то вопросы, то я с радостью на них отвечу. Это очень важно для понимания того, что делает, да, индолог, когда он изучает, исследует религиозно-философскую традицию, да, которой он не принадлежит, и здесь факт встречи происходит не только другой, как другой с большой буквы, да, под которым мы можем понимать трансцендентное какое-то начало, но и другой, как представитель другой, скажем так, религиозной традиции или там религиозной общины, да, и вот здесь очень много таких выходов, которые Уберхаммер предлагает. Вопрос такой, вот в этой концепции, может ли в каких-то формах этот опыт быть объективирован, то есть передан другому, или он является такой вот капсулой, которая доступна, является достоянием, сокровищем только того субъекта, который пережил этот опыт? Конечно, Уберхаммер считает, что этот религиозный опыт, он может быть объективирован, да, и, собственно говоря, эта объективация, ее мы видим в религиозной традиции, то есть религиозная традиция, это является одним из вариантов объективации, ну и наиболее значимым по мысли Уберхаммера религиозного опыта. И как эта объективация происходит за счет момента, это именно язык, и с этим уже связано понятие мифизации и вербализации, да, то есть вот, ну просто это совсем отдельная тема, об этом можно еще отдельный, даже не один доклад делать, но вот здесь через язык, да, как раз-таки происходит эта объективация, и, соответственно, только благодаря наличию у человека языка для нас и, возможно, религиозная традиция как таковая, то есть вот если коротко ответить на этот вопрос. У меня вот какой вопрос к Людмиле Эдуардовне, вот у Владимира Николаевича это тоже прозвучало относительно того, что трансцендентное находится за границами бытия. Вот как это надо понимать, как метафору, или за пределами какого бытия это находится? Я вот тут пытался донести мысль, что вообще-то говоря, существование, оно может быть статифицированное и квантифицированное, с ним можно много чего делать, таково интересно. Так вот, в каком смысле оно находится за пределами бытия? В том смысле, что оно является настолько высшим бытием, как там в корпусе ариопагиста? Или что оно неописуемо? Или что оно, так сказать, относится, как у Генриха Риккетта, к области значимости? Вот не хватает прояснения. Вопросы, это тоже очень хороший вопрос, но, к сожалению, на него, наверное, не смогу так хорошо ответить. Владимир Николаевич хотел начать. Нет, вот из моего, как бы, той части, которую я с Уберхамером анализировал и столкнулся, у него, как бы, четкое разведение дозайна и байзи-зайна. То есть, вот дозайн – это вот то бытие, которое как раз присвоенное человеком и ставшее его бытием. То есть, это некая сфера освоенного человека. Вот трансцендентное как раз это то, что выходит за рамки этого бытия. Но оно, оно не покидает эту платформу бытия окончательно, да, потому что есть вот еще байзи-зайна. То есть, это бытие, которое не является присвоенным человеком, но оно как бы находится рядом с ним. Мне кажется, что Уберхамер здесь скорее противопоставляет это бытие. Ну, то есть, в принципе, я с Владимиром Николаевичем согласна, да, я могу просто немного, может быть, его мысли продолжить и еще как-то универсализировать. Он противопоставляет это некое трансцендентное бытие сущему. То есть, бытие не есть нечто сущее, потому что, в принципе, у него в его работах, которые я видела, там употребляется в том числе и ен-зайц-де-зайен-де, да, то есть по ту сторону сущего. И таким образом, то есть, это трансцендентное, это то, что не может быть, да, каким-то конкретным видом сущего, да, но это не значит, что оно вообще не существует. То есть, как раз-таки, это, наверное, Уберхамер имеет в виду, когда противопоставляет бытие ничто. Ну, то есть, трансцендентное ничто, да, говоря, что трансцендентное, да, это не сущие, но в то же время и не ничто. Наверное, я такое еще дополнение могла бы добавить. То есть, это как у Хайдеггера? Да, 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 это очень близко к Хайдеггеру. Ну, вообще, в целом, если вот смотреть, да, даже на терминологию, на язык, на стиль, да, это, конечно, очень близко к Хайдеггеру. Так, тогда у меня вот такой вопрос. А не продолжает ли он за Хайдеггером критику он-теологии? Этого у него нет, потому что как раз исходя из развлечения бытия и сущего, на этом основании, в общем-то, Хайдеггер критиковал, так сказать, традиционную циологию. Этого у него нет? Этого у него нет, потому что все-таки, да, у него, еще раз говорю, не так много вот работ таких концентрированно-философских, да, это буквально несколько работ. И большую часть выводов можно сделать, вот, как бы, извлекая их, да, из его работы с эндологическим материалом, поэтому каких-то развернутых выкладок на этот счет у него нет. Но так, додумывая, может быть, немного за Оберхаммером, мне кажется, что скорее, да, он тоже здесь находится вот в этой Хайдеггеровской линии. Ага, понятно. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok